вот эта фотография это с моей косточки прошу одного из тех кто вырастил подчеркиваю мои косточки отозваться и так получилось не имени не фамилия ни в каком месте выросли но сто процентов косточки мои пожалуйста отзовитесь уникальный снимок у меня получился почему в прошлом году был первый урожай мы с вами сейчас будем знакомиться кое с чем продолжаем знакомство с моими сортами которые уже назвать можно только клонами знаете у нас долго у нас сибирьков долго не получали сладкие яблоки груши тоже я когда сейчас будет долгий очень интересный разговор груши я искал 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 и только через 10 лет я нашел груши которые перенес свой сад три сорта потом уже украина потом это самая москва и так далее но это было уже потом а первые годы у нас даже официальные плодопитомники даже научные утверждения они все все почерплю выпускали продукцию то есть саженцы на продажу особенно пересосе годы финансирование практически прекратилось чего вырастили то продали это и заработали и среди них лучшем случае это было груши типа сварога это алтайская селекция которая вот в этом году сладкие почему жаркий год был достаточно жаркое лето урожай был два раза меньше обычно и хватило сахара глюкозы кроме этого славилась северянка мелкая но пусто да и все пожалуй грушами пришлось мне заниматься всерьез ищите не впервые так но они получали сразу достаточного знаете сладкий шаг два-три поколения груши вопрос решение а не за серии вот и увидели горшок продает их причем с чистой незамутненной совести вот исключено что будут не вкусно так а это яблони яблони первое тоже опять вспоминаю боровинка белый на лев папировка так полу культурки очень вкусная но все-таки полу культурки потом что еще еще пару сортов назову потом знакомства удачи с этим самым байковой галины колонны директором гсу я у нее раздавал руку лёжка сразу лидер лидер до отечественной солнце но настолько хорош что говорят я сейчас только пришел почти сейчас из приехал из этого риск ума моржей но вы же понимаете при нами надо я вот несколько таких вот я взял несколько таких яблок жигулевских им показал как они пробовали и все за от за единого заявили они вкуснее импортно все импортно так ну и с окраской все как говорится экстерьер я так шутяга экстерьер все соответствует лучшим импортом сорта лучше они средним и вот получается так что потом появлялись 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 и до появлялись прошлом году лидером стала вот это вот яблони который на плане но я вас знакомлю а как иначе то многие эту веточку падает тоже сильно семена мы про семена поговорим вот это вот вот видите бельфер китайка вот она такая бывает крупнее это средний размер вот видите вот я его как раз меня попросили есть там такая небольшая компания девочек детей вот и говорят мы бы хотя бы и яблоками и грушами накормили а так они просто не то что избавлю как всех приходит учиться да и все очень посолок лучше в конфеты не подсовывать я предложил вот эти самые пришел китайки и вот эти вот значит такой нет сейчас минуточку . ведро с уникальными яблоками а вот она вот такая удлиненная это белоснежная кангель вот видите и вот таких я дал преподавателю попробовать да мне сейчас жалко да ведь я мне они гниют это самое все вокруг до того обленили что вынесли на рынок десяток ведер заработать бесполезно это я вам жалуюсь на знакомых которые это деньги нужны но зарабатывать таким путем ну как-то не принято в этом кругу и вот они получаются белоснежный и эфир китайка вот это я предложил говорю вот распробовали преподаватели и сказали годится годится после такого яблока мы уже можем не давать сладости это вот этот пример так в этом году неплохой урожай я не ожидал получилось несколько ведер колновидная баргузин чем она хороша очень приличный вкус очень приличный из колоновидок я данным длинным путем все-таки мне удалось испытать десяток сортов вот это самый вкусный так вот и сам урожайный и сам вороностойкий но я же отбирал это же не первое поколение и я с ее практически все равно они никому не нужны я их гною уже несколько ветер гниет я с них семена собираю буду вам предлагать нужны ли они вам как семена но это другой вопрос вот я взял показываю вам вот это вот чудо под названием вот это вот под названием golden когда-то он якобы и название неправильно и вообще она неправильно но за эти годы мной увеличено практически в два раза вот это мелочь это 400 грамм но они еще брать не буду я его оторвал хотя запрещает ноги ворвать показать а так они висят еще месяц у меня рекорд при цунгером а у чернобаева мой черенок я поэтому и горжусь его достижением 540 грамм вот в общем что еще показать ну почти все показал так теперь лидером стало два сорта росмарин вот и лидером стало вот это вот потом ниже покажу но у меня получается так есть люди которые предпочитают с кислинкой они выбирают с кислинкой нет это вкуснее я понял одно есть понятие слаще и понятие вкуснее что это разная вещь вкуснее и слаще и тогда я прибег в помощи насекомых смотрите только на медовом вот это я обнаружил там и знаете вот там если внутри там между ними там еще и с той стороны еще на добрая полсотни и все это убиваются чем сладостью то есть лидер по сладости благодаря божьим коробкам я приду это есть на данный момент я сорт медовая ставлю вас в известность все что я показывал сейчас эти яблоки вот такие вот такие вот такие вот вот это я удивил в клубе боржей мне сказали я распробовали ну на всех не хватило так 5 яблок резали кусками говорили очень-очень вкусно не бактерии тут же поступило предложение продавать ведрами нет у сергея приезжают он угощает реклама это важнее чем продать несколько видов вот я вам это рассказал дальше обычная учеба о